В 1928 году, последующих обстоятельства, она была для Ленинградского театра «Сатиры», для спектакля, который назывался «Республика». По-моему, «Зеленая республика». Сейчас, одну минутку. На этой песне. Значит, суд в чем? Что на небольшой станции под Одессой название «Вопно» – «Вопнярка». «Вопно» – это известь по-рукански, там на этой станции гасили известь, и «Вопно» – «Вопнярка» называется станция. Так вот, на этой станции создали «Босяцкую республику», здесь брали «Босяка», ну, в смысле, там, руководитель президента в этой республике, и вот такой был спектакль. Спектакль был плохо принят критикой, да и зрителями. А вот песня, которую исполнял «Вопнярка», он играл там главного бандита, дудку, очень понравилась и заполнилась, и стала шлягером. Вот песня «Садецкого кичмана» написана в 1928 году к спектаклю «Республика на колесах». Значит, ну, по идее, там, прообразом этого президента «Босяка» был Мирко Япончик. Настоящее имя его Масей, сейчас я скажу, как «Япончика». А? Мне бы было. Сейчас, сейчас отчество расскажу его. Ладно, позже встретиться не по тексту. Значит, вот «Вопробос», играл у него аркист, персонаж Дудка. И вот, значит, вот эта песня стала очень популярной и исполнялась, и часто очень исполнялась. Значит, ну, вы там знаете слова, я не буду повторять, а вам вот сказать несколько слов. «Садецкого кичмана» бежали в Балакарне, бежали в Балакарне на Тайноволю. В Апняровской Малинии они остановились, они остановились, ну, вот эта станция, что я говорю. Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны в глубоке. Одна заживает, другая наливает, а третья осталась в боке. Товарищ, товарищ, скажи моей маме, что сын её погиб, ну, на войне, именно на посте. «И с шашкой в руку, и с литовкой у другую, и с песней весёлой на губе. Товарищ, товарищ, болят мои раны, и с шашкой в руку, и с литовкой у другую, и с песней весёлой на губе». Ну, вот такой текст этой песни. А это чьё фото? Это фото композитора Тельмана. Сейчас, сейчас, если ещё подождите, пару слов скажу. Значит, как я уже говорил, Ну, есть всякие, что это ещё советские пели эту песню, есть тоже разные версии, я не буду об этом долго рассказывать, потому что на каком-то всяком событии есть какие-то пробы, кто-то требует там первого автора и так дальше. Я хочу только рассказать вот такой случай, я просто ищу фамилию советского руководителя, вот здесь. Значит, как я уже говорил, что песня была популярна, но была в 30-е годы, в 29-е годы запрещена. В 30-е годы. А советское, будем говорить так, представительство культурное запретило Укиосову исполнять эту песню. И вот начальник Реперт Кома, он назывался, комитета по делам искусств, потом Кержица, «Подобрить им Укиосову, если вы ещё раз споёте советского культурного письма, это будет ваша ленингинная песня». Значит, ну, Укиосов перестал петь. И вот как-то, вы знаете, эпопея «Черюстница», когда «Черюстница» благополучно сняли наши лётчики с Альгины, и по этому поводу в Крымёвском дворце был устроен вечер, дечествовали «Черюстница» у лётчиков. И вот там, когда кончился, и Укиосов выносили, когда кончилась официальная часть, подошёл Климент Ворошилов к Укиосову и говорит, товарищ Укиосов, товарищ Сталин просил, чтобы убили советского кичмана. Её «Акшон физьюстых, он что здесь?» «Ну, советского кичмана вы пойёте». Он мне запретил Кожево, скипеть её, я не могу. Он не разрешает, а товарищ Сталин разрешает. Я решил спеть. Я спел её. И, значит, спел её, она имела большой успех. И вот трижды, его трижды вызывали на писк. А «Черюстницы», ну, наверное, уже под этим делом, скочили на столы, начали плясать под эту песню, полетели тарелки, вилки со столов. А его всё время вызывали на писк. Что вспоминают об этом Укиосове? Я зачем? А вообще-вощай, он, ну, товарищ Сталин, я там. В этот вечер советского кичмана меня вызывали на писк. И Тераза всё повторял сначала. Через несколько дней Укиосов встретил этого Киржицева с издёгой, рапортовал. А я днями исполнял на концерте советского кичмана, и даже три раза на писк. Развёртый Киржицева прокричал, что с этой минуты Укиосов не будет работать. А когда уже он сказал, что этот товарищ Сталин меня попросил, то он быстренько ревался. Ну, я не буду, но много можно ещё рассказывать. Ещё хотел бы сказать, что, как и все остальные песни Садетского кичмана, Сталин поработал во время Великой Отечественной войны, исполнялся на фронте. Кстати, уже Утёсов написал другой текст с берлинского кичмана. Мы сейчас послушаем, а о чём с берлинского кичмана. То есть, что с берлинского кичмана бежали тоже два уркада, причём эти уркады потом проводились, ну, не нацистов и так дальше. Саша, включи, пожалуйста. Это не Утёсов. Нет, это, конечно, не Утёсов. Нет, нет. Они остановились, они остановились отдохнуть. Один герой гражданской махнует с партизанской Добраться невредимым не сумел. Он весь в бинтах одетой, водкой подогретой И песенку такую он запел. Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны на боке. Одна заживает, другая нарывает, а третья открылась в глибоке. За шо ж мы боролись, за шо ж мы сражались, за шо ж мы проевали нашу кровь. Они же там пируют, они же там гуляют, а нас загнали в стойла, как скотов. Они же там пируют, они же там гуляют, а мы здесь попадаем в переплет. А нас уж догоняют, а нас уж накрывают, а нам уже стреляют пулемет. Товарищ, товарищ, скажи ты моей маме, что сын ее погибнул на войне. Цветовкой в рукою, гранатою в другою, без песней веселой на губе. Товарищ, 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 товарищ. Так, сейчас. Верни нас французского, а история такова. Значит, в 35-м году автор оригинального текста и музыки является композитор Поль Мезраки. Он сам родился в Константинополе, жил во Франции. Значит, были два шансаи. Значит, Шарль Пастье и Андрей Алюм. Значит, у них был скетч такой. Суть о том, что, значит, вот артиза не было дома. Звонит и, значит, вот, что ничего особого. Когда хотят скрыть какую-то правду, то начиналось с малого, а потом, значит, оказывается, что тут небольшие есть потери. Я вам хочу рассказать сначала анекдот, который я слышал, когда я еще был молодым. Анекдот про Чапаева. Чапаев уезжает на совещание куда-то в город, и в Петьку бросит, чтобы он тут просмотрел за порядком. Когда он приедет, Чапаев, что Петька ему дал жил. Значит, Чапаев поезжает, и спрашивает, Петька, ну как дела? Он-то все нормально, Василий Иванович. А, так, забыл. Шарль, наш поток. Он-то все, он поток. Он чего-то чего. Конина бился. А где же он конины взял? Молоденько. Наша конюшня сгорела. А кто конюшню поджег? Кто? А кто? Фургманов. Как Фургманов? Как он поджег конюшню? Это очень просто. Бросил округ, и поджег, и конюшня сгорелась. Да, но он же не курит Фургманов. Как он может? А как тут не закуришь, если полковое знамя украли? Значит, что я хочу сказать, что полковое знамя, и любое другое, начиная с полка и выше, считалось, как можно сказать, такой ценностью, что если знамя попадает или в плед или куда-то, то командир полка, дивизии, товари попадает под табурнал. И часто под расстрел. Поэтому это необычайно тяжелое событие, когда знамя попадает. Вот, видите, я не буду сообщить. Значит, я уже сказал, что вот песня родилась во Франции, и он впервые в 35-м же году увидел... Саш, Саш, дай, пожалуйста, это Безыменского. Это Утёсов Иди. Саш, ну как бы он достал. Это Утёсов Иди. А вот писатель Безыменский. Он впервые услышал эту песню, и перевел ее на русский язык, и предложил Утёсову, чтобы тот исполнил. Утёсов в то время, как Ассер полнял, у него был цикл песен, «Песня нашей Родины». Она никак не вписывалась в этот цикл, «Песня нашей Родины». Но тем не менее он растут и включил эту песню. Песня имела колоссальный успех, песня имела колоссальный успех, и стала тоже ошлядером. Значит, что я хотел сказать? Об истории этих событий. Мы говорили, что песня была переведена с французского языка. Но сюжет был давно ещё известен, ещё в XII веке. Так, в 1115 году испанский еврей выкрест Педро Альфонсо, богослов, астроном, переводчик, подготовил сборник занимательной истории на латыни. Называлась «Учительная книга Клирика», то есть, ну, священника. Сюжет этой книги составляли, составитель брал из восточной литературы, арабской, таксинской, егистской. Он был широко распространённый европей, это сборник. И вот в 27-й главе там распадывается историка о чёрном слуге Маймунтии. Вот это чёрный слуга, значит, идёт, то есть, хозяин идёт с рынка, а это чёрный слуга пишет ему навстречу. Он знает, что ему всегда плохие новости рассказывают, и он сразу припорит. Только он хорошо протаговал, имел успех, заработал, идёт доволен. Только не сообщает мне плохие новости, он слышал, кричит этому слуги, который пишет ему навстречу. «Осторожно ему, не подходи ко мне с плохими христианами». Слуга отвечает, плохих христиан нет, ваша милость, если не считать смертью вашей собаки бесцелой. А чего же она умела? А наш мул испугался, сорвался в привязи, побежал, и затопдал собачку, копытами, бедняжку. А что случилось с мулом? Упал колодец. И сдох. Чего же он испугался? А ваш сын свалился с балкона и разбился насмерть. Это и напугало мула. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Версия Версия Ни одного печатного степица, Да исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, Кобыла ваша околела, А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, мой отель ужасный случай, Моя копыла умела. Скажите мне, мой верный кучер, Как эта смерть произошла. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как ни оглям. Чем скопить отступала сертиза, Ведь это право, ту веру, да. Сказала, что пустое дело, Она сконюшней и ускорела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, пока люди все разные, Как вы пытаные удары. Смерть мне, ты все правду, да. Придела, как женщина в прохожа. Все каракону меня попила, И хоропей улазила. Она судьба, как билет из капризан, Еще все быстро понесла. Как от ладон, в крайнейшем месте, Как отползала все по месте. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, как все хорошо. Алло, алло, пока я нашла лох, А почему мне тяжело? Но всегда скажите прямо, Это все прекрасно. Нужно возьмут прекрасная маркиза, Что выгорел с неба и у вас. И принес он подобного суппитара, И застелился тот же час. Упашу вверху в печи, Он опрокинул две свечи, Попали свечи на ковер, И заплывал он, как костер. Погода в метре не была, В азонах выголен топла. Он мне в садьбу все спалил, А сенька нижнюю охватил, Конюшня заберта и была, А мне кобыла умерла. И чтобы я не рассказал, Значит, вот автор, Автор этой песни, Значит, зовут его полностью, Это Николай Ивановский. Значит, у него история его жизни Очень похожа на историю жизни, Как мы с вами предыдущего Рассматривали моменты, Это Горбовский. Вы помните Ленинградский Горбовский? Я о Ленинграде Горбовского Рассказывал о его судьбе, Где-то на гище его этого судьба. Он тоже ленинградец, как и Горбовский. Его эвакуировали в 12 лет Из блокадного Ленинграда, Эвакуировали. Значит, он попал в интернат. Зачем в 14 лет он попал в детскую колонию? За воровство. Значит, в детскую колонию. Значит, затем он попал уже в взрослую колонию. Он 7 раз бежал. И каждый раз получал сроки. Вышел он по, Как он сам считает, По Бернгской амнистии В тот год, когда у них стали. Значит, немного вот о нем. Значит, я уже сказал О том, что в 18-х, Когда он сидел в заключении В колонии, В 18-х лет Сильзонин написал песню «Постой паровоз». Всего урка, карманник, Рецидивист, Повел в тюрьмах 11 лет. Освободился в 25-летнем возрасте. Навсегда завязал. До свидания самого себя. Значит, он завязал. Через год после выхода Сильзонин Он поступил на Лендфильм В ректорцех. Был начальником, В течение 35-ти лет, Был начальником электроцеха На Ленинградской киностудии. Значит, писал стихи и прожил. Попривался в газетах и журналах. Автор книги рассказывал. «Не сказит нас сабли острые». Вышел в 79-го дух. Член Союза писатель И Союза кинематографистов. Значит, что... Ну, давайте так. Значит, что он написал? Там один персонаж поет песню «Черную розу, отблеву печали, В расстающей последней тебе я принес». Оба вздыхали, мы оба молчали. Хотелось там плакать, но не было слез. Сценарий почел Сергей Шоловьев. И цитату из этого названия Он взял свой фильм. Значит, у него еще были другие... У него сборники есть и так дальше. Поскольку время ограничено, я, значит, просто скажу такую вещь. Значит, в конце жизни Он, значит, перенес инсульт. И у него порезовало ногу и руку. Потом вторую ногу. Он не мог ходить. В заселении разбило речь. И он не мог говорить. То есть большим трудом. Как говорят медики. Вот к нему приходила журналистка. И он на прощание выдавил Три слова. Одно из последних было ругательское. Как и певицыно. Но поскольку время ограничено, я еще один у меня остался. Одна песня. Я хочу ложиться. Саша, включи, пожалуйста. Не буду рассказывать больше о нем. Мог бы больше. Постой, паровоз. Не стучите колеса. Конструктор нашли на космос. Приспользуйся. Я к маме неродной с последним предметом спешу показаться нам назад. Я к маме неродной спешу показаться нам назад. Держи меня, мама, хорошего сына. Мой сын не такой, как был вчера. Меня засасала опасная грязина. Держи, моя вечная игра. Меня засасала опасная грязина. Держи, моя вечная игра. Сейчас я надумаю мне. Одну веточку. У цинь. 1917 года автор текста, романса Николай фон Риттер покинул Россию. Автор музыки Фельмен остался в Советской России. Романс был запрещен в Советской России в 1920 году как явление антиклассовое и несовместимое с идеалами коммунизма и вычеркнут из всех репертуаров. Я считаю, что песня Владимира Высоцкого «Кони привередливые» и это калатное выражение с романса Ямситника «Ни лошадей» тесно переплетается с романцем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...